Сергей Олегович, по поводу того, что еще мы имеем, какие новости. Путин встретился с новым президентом Ирана во время визиты в Туркменистан. Их переговоры прошли на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Как говорят аналитики, анализируя ситуацию, встреча была организована очень быстро. В последнюю практически минуту, как пишет издание The Telegraph, у Ирана остается ощущение, что Россия ему должна. Мол, в иранских гос.СМИ прослеживается разочарование в отношении России. Мол, Путин не выполнил обещания и не поставил Ирану противоракетные системы обороны С-400. Скажите, пожалуйста, правда ли, как по-вашему, что Иран давит сейчас на Путина, и как далеко сейчас может зайти их сотрудничество? Да, здесь очень интересная интрига, и она на самом деле немножко даже шире. Сейчас мы об этом немножко поговорим. Потому что Путин изменил свои планы, он не собирался, по-моему, туда ехать. И вообще вся эта встреча в Ашхабаде должна была проходить в совсем другом формате. Это была встреча тюркских государств под эгидой, прежде всего, Турции. И когда Путин захотел туда поехать, чтобы раньше времени встретиться с президентом Ирана, потому что у него была запланирована такая встреча во время саммита БРИКС в Татарстане в конце месяца. Но он дотерпеть туда не мог, потому что следующая встреча в 20-х числах октября. А ему надо было показать, что Российская Федерация возвращается как геополитический игрок на Ближний Восток и в отношениях с Ираном именно сейчас. И поэтому он переформатировал эту встречу. И встреча стала таким культурным просто форумом, посвященным 300-летию со дня рождения главного туркменского поэта, который немножко больше, чем просто туркменский поэт. Он такой региональный, очень важный мыслитель и философ, и религиозный деятель. И поэтому туда собрались не только люди из Центральной Азии, но и из Ирана, из Пакистана, из Турции. Но Эрдоган туда не приехал в качестве такого диманша, потому что он считал, что это его саммит. А Путин туда влез, значит, своими сапогами с этой встречи и с Ираном. И для Путина, конечно, это не самым хорошим образом отразилось, в том числе и в том плане, в том ключе, который вы осветили. Потому что действительно Иран предъявляет России претензии, потому что Иран боится очень сильно, что Израиль ударит по нему таким глобальным ударом. И здесь, так сказать, он рассчитывал на помощь Российской Федерации. Но я вам напомню, что, кстати, эти комплексы противовоздушной обороны российские, даже тогда, когда они стоят, они не всегда работают. Доказательством является удар по НПЗ в Феодосии на день рождения Путина, где стоял комплекс даже «Панцирь-С-1», который не защитил этот завод от тех средств, которыми воспользовались украинцы, чтобы нанести этот удар. По-моему, там эта станция до сих пор горит. Так что, в общем, конечно, напряжение есть некое. Иранцы боятся, потому что они боятся, прежде всего, что Израиль просто нанесет какой-нибудь бомбовый удар прямо по Айтали Хаминей и по ядерным объектам иранским. И, в общем, очень сильно рассчитывает на поддержку Российской Федерации. Но Путин, на самом деле, такую поддержку обеспечить Ирану тоже не может, потому что мы видим, что, на самом деле, Россия не справляется с защитой своей собственной территории, и уж тем более там какой-то иранской территории она обеспечить защиту не сможет. И это напряжение ощущается, но Путин все-таки проводит какие-то секретные переговоры с иранским президентом, с новым президентом хотя бы, который считается, в общем, таким, не скажу, что прям прозападным, но, по крайней мере, менее ястребиным, чем Стражей с Иранской революцией и сам Айтала Хаминей в Иране. То есть он такой, как бы, условно середняк такой, прогрессист, что, в общем, показывает, что у Ирана, на самом деле, там есть внутренние проблемы довольно большие. Но посмотрим, что из этого получится, потому что Российская Федерация на самом деле серьезную помощь оказать Ирану не может, если только это не будет какая-то помощь в разработке ядерной программы. Я уж не говорю о том, что Российская Федерация может даже пойти на крайнюю меру, а именно передачу даже ядерного оружия тактического Ирану секретным образом. Так что здесь не последнее слово еще Россия сказала. Иран, может быть, даже вот этого как раз и добывается в Российской Федерации. Да, действительно, я бы тоже напомнила, что Пизышкиан еще ранее говорил в сентябре, что он готов сесть за стол переговоров с европейцами, с американцами, чтобы вести диалог о переговорах на фоне обвинений о поставках ракет. Сергей Олегович, вот вы говорите о том, какой обмен теоретически может происходить между Ираном и Российской Федерацией, а что касается именно КНДР. Президент Владимир Зеленский заявил о том, что КНДР передает личный состав в российское войско и призвал партнеров усилить поддержку Украины на фоне этих новостей, этой информации. При этом у нас наши уже эксперты, аналитики, вот волонтер Тарас Чмут считает, что участие военных КНДР в войне в Украине на стороне Российской Федерации это очень большая угроза и может привести к прорыву фронта российскими войсками. Ну, если это так, то что Кым Чин Ин должен получить от Путина взамен? Ну, я считаю, конечно, здесь немножко сложно говорить, потому что идет информационная война, и, безусловно, с украинской стороны используется вот эта тематика Северной Кореи в информационной войне. Потому что я считаю, что здесь немножко, конечно, лукавит украинская сторона, потому что корейцы не представляют той настоящей угрозы, которую... По-настоящему не представляют той серьезной угрозы, как про это рассказывается. Потому что они, конечно, не могут послать миллионы солдат, потому что просто, во-первых, эти солдаты не умеют воевать, во-вторых, они... И это далеко все, и, в общем, для них это совсем чужая страна. И хотя есть какой-то там нынешний договор, который похож даже типа на договор о взаимопомощи и взаимозащите, понятно, что Северная Корея не является в этом договоре ведущей стороной. Ведущей стороной является Россия. И здесь примерно такие же отношения, как с Ираном у Российской Федерации. То есть, грубо говоря, у Северной Кореи есть очень большие проблемы в своей военной программе, прежде всего ядерной, но у них совсем другая проблема по сравнению с Ираном, потому что у них есть ядерное оружие, они просто еще не научились его минимизировать и ставить на векторы, и у них нет достаточно хороших векторов для того, чтобы его куда-то переносить. То есть, грубо говоря, они взорвать ядерный фугас могут, или там ядерный заряд могут, а вот там ударить им, поставить его на ракету, в этом есть сомнение, что у них есть достаточно маленькие работающие, функционирующие ядерные заряды, которые могут ставиться на ракеты, и плюс у них есть плохие проблемы с ракетами и проблемы с, так сказать, выводом таких ядерных сил. И здесь Российская Федерация и может очень сильно помочь, и опять же она может даже, так сказать, негласно передать им какое-то тактическое ядерное оружие, которое на российских носителях, которые, естественно, если это будет сделано, изменит совершенно катастрофическую ситуацию с соседом Северной Кореи, Южной Кореи, Японии и так далее. То есть, на самом деле, вот этим пугает Российская Федерация, плюс Россия реально может и уже делает даже, оказывает помощь экономическую Северной Корее. Конечно, Российская Федерация сама по себе слабая экономика, но по сравнению с Северной Кореей, которая совсем маленькая экономика, даже поставки просто продовольствия и просто нефти сырой для Северной Кореи в нарушении, кстати, санкций Совета Безопасности и Организации Объединенных Наций, это уже снизит давление международное на Северную Корею и поможет ей в продвижении в военных программах. И вот это, конечно, самая большая проблема геополитическая для всего мира. А вот Институт изучения войны распространяет информацию, что несколько тысяч военных из КНДР уже проходят подготовку в России. Кто-то из наших экспертов называет цифру в пять тысяч. Ну, это, скажем так, возможно, первая волна. Просто ранее говорили о том, что они будут просто строить фортификации, а сейчас появляется информация и о другом, что они будут участвовать непосредственно в боевых действиях. Сергей Олегович, а я вот думаю, а вот даже тот же языковой вопрос, то есть как это на поле боя, какую роль это может сыграть, языковой барьер? Ну, в Северной Корее, по идее, исторически они вроде говорили там по-русски, потому что были большие программы сотрудничества с Советским Союзом, и поэтому в этом смысле там в языковом плане у них есть переводчики, то есть это все решаемая вещь. Вот. Объем совершенно не страшный для того, чтобы его привести в соответствии с тем уровнем, скажем так, военных действий, которые сейчас ведут. Эти пять тысяч за три дня уничтожаются, потому что сейчас в среднем вы уничтожаете полторы тысячи в день. То есть если эти пять тысяч появятся на Восточном фронте, через три дня их не будет. Вот. То есть за три дня все эти силы будут уничтожены, потому что это понятно, что это пушечное мясо, которое, кстати, россиянам совершенно не жалко бросить в топку. Вот. Но Украине, конечно, это все плохо, потому что на них приходится расходовать боеприпасы. При этом гибнут, кстати, и все-таки и украинские бойцы. Вот. Но, так сказать, чтобы мы понимали, что пять тысяч корейских солдат – это три дня боев, и с этой угрозой будет помочь. Владимир Зеленский был с визитом в Европейском Союзе, встретился с Шольцем. Канцлер Германии отказался поставлять Украине тяжелую технику. Речь идет, в частности, о дальнобойных Таурус. Об этом сообщает Бильд со ссылкой на информированные источники. Ну и по информации издания, немецкая Минобороны якобы считает, что Украина в ближайшее время не сможет начать контрнаступление для, скажем так, освобождения своих территорий. И вот тоже вместе с этим появляется новость о том, что Песков говорит, что Путин не отказывается от переговоров с Шольцем. Путин готов. Но действительно ли может состояться такой звонок? И, Сергей Олегович, как вам кажется, то, что сейчас нам не дали разрешение на использование дальнобойных Таурус, это говорит о каком-то смысле подготовки почвы для будущих контактов Шольца и Путина? Да, это очень неприятная вся штука. И я бы даже ее расширил. Это история с отменой Рамштайна, с отменой поездки Байдена, с отменой саммита в Рамштайне. Это я вот на прошлой неделе был более оптимистичен, потому что, ну, в общем, я все-таки оставлял немножко, скажем так, процентов вероятности, что отговорка с ураганом во Флориде, это была только отговорка, и что отмена Рамштайна была даже в некотором смысле позитивом, потому что если его провели бы без Байдена, то это означало, что снизился бы уровень, и туда бы не приехал бы тогда ни Макрон, и, может быть, там и Шольц не принимал бы в нем участие, и понизили бы уровень проведения Рамштайна опять до министерского, что, в общем, естественно, снижало бы его значение. Вот сейчас все, к сожалению, более негативно, чем мне это казалось на прошлой неделе, потому что было видно, сейчас уже понятно, что Байден просто уцепился за этот ураган, за этот ураган, чтобы воспользоваться им как реально отмазкой, чтобы не поехать, вот, и вот было видно по тем встречам, которые президент Зеленский все-таки ему удалось провести на европейском уровне, его приняли в Великобритании, там у него была встреча с премьер-министром и с новым генсеком НАТО, у него была встреча с Макроном, с Мелонией, с Папой Римским, с Шольцем, то есть, в принципе, внешне дипломатически это выглядит, как бы, вроде, вполне себе прилично и интересно, но вот я служу даже чисто по французской части, во Франции, Франция готовит сейчас бригаду для Украины и вооружает ее, но почему-то президент Макрон не дождался приезда Зеленского, а посетил эту бригаду сам отдельно, один, вот, что, с моей точки зрения, выглядело странно, потому что буквально на следующий день должен был приезжать Зеленский, и это было бы красиво, когда оба президента приезжают в эту бригаду, и вот там Макрон почему-то решил туда поехать один, вот, а когда состоялись переговоры с Зеленским, то, в общем, не было большой пресс-конференции, не было широкого освещения этого визита, а результаты сообщили очень скомканно, просто оба президента под дождем вышли во двор президентского дворца, в Елисейского дворца, и пять минут поговорили перед журналистами, и было видно, что, в общем, они не, президент Зеленский прежде всего находится не в самом радужном состоянии после этой встречи, то есть на самом деле вот история с отменой Рамштайна, это не просто вот такая техническая проблема с ураганом в Соединенных Штатах Америки, там что-то более серьезное, то есть все руководители западных стран вдруг решили не проводить, не участвовать в таком мероприятии, а это понижает, конечно, значимость и те решения, которые должны были приниматься, вот, и, в общем, ну, практически это был слив такой западным миром Украины в очередной раз, вот, и то, что вот процитировали немецкую сторону, это вообще выглядит как просто издевательство, да, потому что, с одной стороны, немецкая сторона отказывается что-то там передавать, и потом говорит, что она сомневается, что Украине удастся контрнаступление, но, естественно, не удастся, если вы не передаете оружие, не даете возможность бить этим оружием туда, куда надо бить с военной точки зрения, вот, то есть здесь, конечно, в общем, все это дело вызывает теперь большую озабочимость, это мне очень неприятно говорить в нашем эфире с вами для украинской аудитории, потому что, конечно, были большие надежды на этот, на этот Рамштайн, его, в общем, раскручивали как очень важное мероприятие, не просто дипломатическое, ну, а реально такое военное по поддержке Украины, и вот то, что оно отменилось, это, в общем, конечно, очень плохая новость. Да, и давайте добавим, что визит Байдена все-таки планируется в Германию в 18 октября. Шпигель отмечает, что визит президента США в Берлин является таким уже своеобразным прощальным турне, то есть это уже, как вы заметили, не будет Рамштайн, его, скорее всего, переносит на послепрезидентские выборы, но вот по поводу этого турне сказано в статье, что сначала поездка Байдена планировалась как государственный официальный визит, а потом даже там, по-моему, с банкетом, с разными торжественными мероприятиями, а сейчас программу простили и значительно сократили. Ну, и вот здесь вопрос, Сергей Олегович, если мы уже говорим о каких-то там прощальных турне, можем ли мы утверждать, что никаких решений со стороны Соединенных Штатов, как ожидалось, принято до конца вот этой избирательной кампании и в какой-то период после нее не будет. То есть нам поддержки от США не ожидать. Да, вот это самая плохая новость была о том, что именно Байден отменил визит в Германию и Рамштайн из-за урагана, и мы надеялись, что он туда приедет, но будет и государственный визит, и Рамштайн. А получилось, что он, вот там даже дату вы назвали 18-е, а я даже видел 17-го, что он слишком быстро решил вернуться в Германию. Но опять же, вы правильно сказали, что это уже будет не государственный визит, а просто скомканный такой визит, прощальное турне артиста. И это чувствуется на самом деле у Байдена, что ему не хочется, чтобы что-то радикально негативное произошло за последние 4 месяца, перед тем, как он идет из Белого дома. Это видно по реакции Соединенных Штатов Америки и на Ближнем Востоке, и по ударам Израиля по Хизбалле и по Ирану потенциально. Это совершенно видно, что Байдену просто хочется досидеть тихо-спокойно эти 4 месяца без эксцепсов, что очень неприятно, потому что, так сказать, вы говорили, что да, возможно, потом будут решаться какие-то вопросы в Украине, но это та же история, как невыделение военной помощи в этом году в течение 8 месяцев, потому что когда ее выделили, конечно, но когда она приходит с опозданием на 8 месяцев, то это значит потери, это значит отдача территории, это значит сдача каких-то важных точек, тем более, что сейчас в Украине идет разговор о том, что россияне могут захватить одну из последних важных угольных шахт украинских, которые обеспечивают коксующимися углями металлургическую промышленность украинскую, а если этого не будет, если это состоится, то это удар еще и по экономике Украины очень серьезный. Так что на самом деле, конечно, это очень большая-большая проблема, и видно, что вот эта президентская гонка и это число 5 ноября выборов, оно вот накладывает очень сильный отпечаток на принятие решения. Байден и так-то, в общем, не очень как бы такой сильный человек, который демонстрировал какие-то резкие шаги и огромную помощь. Мы помним, как менялась его риторика, когда он говорил, так сказать, боево, что мы дадим Украине все, что ей нужно, а потом все, что мы можем, а потом даже то, что мы можем, они, значит, с этим делом тянули 8 месяцев, а теперь вообще неизвестно, чего дадим, и вообще будем ли мы собираться. То есть, конечно, это все очень неприятная штука, и я думаю, что в Кремле в этом смысле восприяли как-то и надеются, что действительно время теперь работает в пользу Российской Федерации и против Украины. Сергей Олегович, хочу с вами обсудить еще кратко следующую любопытную информацию, ее распространил генерал СВР в телеграмме у себя, уже, скажем так, в каком-то смысле послевкусие путинского дня рождения. На выходных, по информации генерала СВР, был разбор подарков, которые были переданы Путину. Его день рождения, напомню, это было 7 октября. И, мол, среди прочего, в красивой подарочной упаковке был обнаружен черенок от лопаты с праздничным напутствием от одного из депутатов Госдумы. Мол, пытаются сейчас выяснить, чей это был подарок, или его просто подменили, но Путин, понятно, не стал принимать этот подарок. Что вы думаете об этой информации? Это просто, чтобы, скажем так, развлечь аудиторию, распространяется данная новость, или действительно могли быть такие инциденты? Ну, я рассматриваю, конечно, больше как троллинг канала генерал СВР, потому что подтвердить эту информацию мы с вами не можем. Это такое голословное утверждение, красивое, конечно, голословное утверждение, но такое слишком красивое для того, чтобы оказаться правдой. В любом случае, как вы сами понимаете, Путин никакие подарки сам не разбирает, потому что он боится, что ему подарят золотой бюст, который взорвется, или еще что-нибудь в этом роде, или какой-нибудь там с новичком что-нибудь. Поэтому этим занимается служба протокола администрации президента. Вот эти подарки до президента не доходят. Ни один из подарков, которые Путин ударится, Путин сам им никогда не пользуется, потому что он чрезвычайно боится, что ему троянского коня какого-нибудь подарят. Поэтому все это оказывается в лучшем случае в музее президентских подарков. Может быть, там даже раздаются это по какой-то администрации. Причем это является не самым лучшим, не самым лучшей вещью, потому что вы сами понимаете, что люди, которые боятся, что там какую-нибудь гадость для Путина приготовили, они боятся получить этот подарок. То есть, грубо говоря, я не знаю, может быть, самым неправильным людям в администрации или там вокруг Путина дарят эти путинские подарки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова